Мы продолжаем следить за ситуацией в Экибастузе, где идут восстановительные работы на ТЭЦ, однако потеплело пока не во всех домах. Люди спасаются от мороза как могут. Сабина Арахимбай находится в одном из дворов. Сабин, расскажи, что там происходит. Гульнар, еще раз здравствуйте. Мы приехали по адресу Мумушелой, 52. И вот смотрите, какая здесь картина. Люди прогревают внутридомовые сети своими силами. Они разожгли костер. Оператор, пожалуйста, покажите поближе. И вот здесь еще находится проход между дворами. И жильцы двора просто перепрыгивают через костер, как на масленице. Что я хочу еще сказать, что у предпринимателей, у которых здесь есть магазины, тоже возникают проблемы. И вот сейчас одна из предпринимателей... Пожалуйста, представьте, как вас зовут? Зовут меня Иванько Надежда Васильевна. Я владельца магазина по строительной 52, по ружанному Мушелой 52. Вот я хотела бы задать вопрос. У нас пятые сутки нет никакой воды и нет у нас отопления. Как можно стоять в магазине в бетонных стенах? Мы вынуждены в 6 часов закрывать магазин. Кто мне возместит убытки мои? И еще вопрос. А целый день включаем мы обогреватель. Тоже свет у меня не дешевый. У меня не те сценки, что у жильцов. Куда мне обращаться? Что мне делать? Хорошо, спасибо вам большое. Давайте вот еще покажем. Здесь шланги, которые жильцы дома приобрели также за свой счет, чтобы провести восстановительные работы. Вот там покажите, пожалуйста, мужчины, которые живут в этом доме, сами отогревают вот эти вот все трубы. И соседние дома, вот в соседних дворах по улице строителей 60, как нам сказали жильцы микрорайона, также люди жгут костры. Пока это вся информация, которая у меня есть. Просто возникают такие вопросы. Информация одна и та же, говорят, 17 многоэтажек остаются без тепла. Но по факту кажется их больше. Обстановку нагнетать, конечно, не хочется. И поэтому с вопросами мы теперь будем обращаться к оперативному штабу и руководству Акимата области. Гульнар, пока у меня на этом все. Сабина, а вот вообще ситуация по городу. Вот вы говорите, что официальная информация 17 многоэтажек, которые не подключены к теплу, но по факту больше. А сколько вот, ну вот это один из дворов. А что вы еще видели своими глазами? Да, Гульнар, к сожалению, точной цифры нет. Но называют 17 многоэтажек, которые находятся в районе именно улицы Машхуржусупа. А это двор, который находится вообще вдали от этой улицы. И буквально вчера я готовила похожий материал. Я не помню адреса. Там жильцы тоже самостоятельно за свой счет восстанавливали все сети. Поэтому таких домов уже несколько, можно насчитать десяток точно. Но вот точную цифру я вам назвать, к сожалению, не могу. Ну что ж, надеюсь, власти, в том числе городские, ответят на наши вопросы. И мы узнаем на самом деле точное число многоэтажек, которые не подключены до сих пор к теплу в Экибастузе. Я напомню, с нами на прямой связи была Сабина Рахимбай. Она работает на месте событий.